Андрей Кизилов предполагает, что именно здесь был расположен выход к морю одного из кавказских средневековых караванных путей. Участок прибрежной полосы длиной в 200 метров просто усеян фрагментами средневековой керамики, посудой и необходимым в торговом порту бытовых предметов. Осадки керамики из грунта вымывают дожди и штормы. Они лежат прямо под ногами на пляже, но большая часть исторических богатств находится под землей. Вот фрагмент пифоса. Грубо говоря, это крупный здоровенный кувшин для хранения, как правило, зерна и продуктов. Размер диаметра горлышка, понимаете, был около 50 сантиметров. Соответственно, размер тулово таких пифосов достигал метровых размеров и это был сосуд на не одну сотню литров. По словам Андрея Кизилова, его предположения подтверждают и дайверы, которые регулярно находят в этой части акватории Сочи якоря со средневековых турецких судов. Археолог пояснил, что никаких сокровищ, золота и несметных богатств на этом объекте нет, так как это не курган и не древние захоронения. Обнаруженный торговый двор важен только с точки зрения науки, пока это единственный древний торговый пристан, найденный в районе Сочи. По побережью в свое время прошедшая железная дорога практически уничтожила останки древних сооружений. И факт находки сейчас вот здесь такого большого фрагмента с остатками сооружений, кстати, здесь же видны остатки сооружения, фундаменты зданий, крайне интересно. Объектом уже заинтересовались сотрудники Краснодарского историко-археологического музея имени Фелицина. Краевая археологическая экспедиция отправится в Сочи в ближайший месяц. Специалисты детально изучат и прибрежные, и подводные участки.